Расцвет Древней Руси во времена Ярослава Мудрого. Первая половина XI века. В начале XI века древнерусское государство опять было охвачено междоусобной войной. Владимир Святославич умер в 1015 году, не назначив наследника. Его многочисленные сыновья, рожденные от разных матерей, вступили в борьбу за великокняжеский престол. Старшим среди братьев был князь Святополк, усыновленный племянник Владимира, но он не пользовался любовью великого князя. Своим наследником Владимир, скорее всего, хотел сделать Бориса, которого держал при себе в Киеве, поручал государственные дела и ставил во главе дружины. Когда умер Владимир, Борис как раз возвращался из очередного похода на печенегов. Гонец из Киева сообщил ему, что Святополк занял великокняжеский дворец и собирается править на Руси. Дружинники Владимира предложили Борису идти в Киев и силой добыть великое княжение. Но Борис отказался со словами «Не хочу поднять руку на брата старшего». Дружина покинула князя на реке Альте, и вскоре туда прибыли верные Святополку люди. Они окружили шатер Бориса и пронзили его копьями. Еще живого, истекающего кровью князя привезли в Киев, к Святополку, и там по его приказу добили мечами. Опасаясь мести единокровного брата Бориса, муромского князя Глеба, Святополк вызвал его в Киев. Только на Днепре Глебу стало известно о коварстве Святополка. Молодой князь и его дружинники растерялись. Отправленный Святополком отряд без труда захватил корабль Глеба и расправился с князем. В открытую борьбу со Святополком вступил Ярослав, княжевший в Новгороде. Четыре года полыхала война в русской земле. Решающая битва состоялась в 1019 году на реке Альте, где дружина и наемные печенеги Святополка были разбиты. Сам он вскоре умер. По настоянию Ярослава Святополк был проклят православной церквью и прозван окаянным, а Борис и Глеб причислены к лику святых. Новый великий князь Ярослав Владимирович, 1019-1054 года, был сыном гордой полоцкой княжны Рогнеды, которую Владимир силой заставил стать своей женой. С детства Ярослав был хромым, но этот недостаток не помешал ему водить в бой дружины. Стремясь к власти, он использовал природный ум, хитрость, железную волю и изворотливость. Рожденный еще в языческие времена, Ярослав был воспитан христианином и много времени уделял молитвам. Князь ценил образованность и начитанность, и сам порой до глубокой ночи засиживался за книгами. Ярослав женился на дочери шведского короля. Слыл любящим мужем и заботливым отцом. За 35 лет своего княжения он заслужил прозвание мудрого правителя. После победы над Светополком Ярослав стал старшим князем на Руси. А после смерти брата Мстислава, правителя Тьму Таракани и Чернигова, Ярослава по праву назвали самовластцем всей русской земли. Продолжая дело своего великого отца, Ярослав оборонял Русь от печенегов и в 1036 году под стенами Киева нанес им сокрушительное поражение. В результате обескровленные печенежские орды откочевали подальше от русских границ. Расправившись со своим главным внешним врагом, древнерусское государство окрепло и возмужало. Чтобы не допустить новых междоусобных войн после своей смерти, Ярослав заранее установил порядок передачи государственной власти от своего старшего сына к младшим. При Ярославе Мудром древнерусское государство было самым большим в Европе. Постоянно богатела княжеская казна, в городах развивались ремесла, расцветала торговля, осваивались и далекие окраины страны. На северо-западе на земле чуди появился город Юрьев, на северо-востоке в мирянской земле Ярославль. Украшением Руси стал Киев, который после строительства новых каменных стен превратился в один из самых больших городов мира. На его территории размещалось 8 рыночных площадей, 400 церквей и множество дворов, хором и теремов. В западной части города, над крепостной стеной, возвышалась огромная кирпичная башня с церковью наверху. Дубовые створы ее ворот были обиты сверкающими медными листами, за что башня называлась «золотыми воротами». В центре нового города, на месте битвы с печенегами, встал новый митрополитический храм «Собор Святой Софии». Пирамида его 13 куполов была видна еще при подходе к городу, а под каменными сводами собора, украшенными фресками и сверкающими мозаиками, могли уместиться несколько сотен человек. Иностранцы стали называть Киев вторым Константинополем, а самого Ярослава Мудрого на Руси величали, как и византийских императоров, царем. Дружественные отношения со многими государствами Ярослав Мудрый обеспечивал с помощью браков между правящими династиями. Своих дочерей он выдал замуж за европейских монархов. Анну за французского короля Генриха I, Елизавету за норвежского короля Гарольда, Анастасию за венгерского короля Андрея. Для обеспечения безопасности западной границы старший сын Изяслав был женат на сестре польского короля Казимира, а Всеволод, в знак мира и дружбы с Византией, женился на царевне, дочери императора Константина Мономаха. Годы правления Ярослава Мудрого, 1019-1054, стали временем расцвета древнерусского государства, укрепления внутренних порядков, международных связей. В 11 веке древнерусское государство уже не могло использовать древние родовые обычаи для разрешения споров между людьми. Требовалось записать новые правила поведения и придать им силу государственного закона. В 1016 году Ярослав Мудрый установил для новгородской земли правду Ярослава, то есть записал как надо справедливо вершить суд, потом он дополнял этот свод новыми законами. Его сыновья в 1072 году на специальном съезде в Любиче после совета со своими боярами издали новый свод законов для всей Руси, русскую правду. Все самые важные преступления разбирал княжеский суд. Если происходило убийство, драка или кража, всех замешанных в этом ввели на княжеский двор. Сам князь или его наместники в присутствии народа разбирали дело, слушали свидетелей, определяли виновных и наказание. Если дело было запутанным, прибегали к Божьему суду. Подозреваемый должен был дать клятву, что он не совершал преступления, держась при этом за раскаленное на огне железо или выйти со своим обвинителем в поле на поединок. Считалось, что невиновному в этом случае поможет Божья сила. По правде Ярослава еще сохранялся обычай кровной мести и государство не карало убийцу. По закону отомстить ему имели право только ближайшие родственники убитого, сын, родные или двоюродные братья, племянники. Если таких не было, то преступник должен был выплатить государству, князю, виру, штраф за убийство, равный 40 гривнам, 8 килограммов серебра или стоимость 20 коней. Если он не мог собрать этой огромной суммы, то вполне вероятно, что продавали все имущество преступника или его самого в холопы. Русская правда Ярославичей отменила кровную месть, полностью заменив ее вирой. При этом размер штрафа зависел от положения человека в обществе. Жизнь у правителей княжеских и боярских вотчин огнещанина Теунов защищалась двойным штрафом вирой – 80 гривен, стоимость 40 коней. Если же убийцу не находили, то платить виру должны были все жители той общины, где произошло убийство, за то, что они его не предотвратили. Жизнь зависимых, неполноправных людей, закупов, рядовичей защищалась меньше вирой – 5 гривен. На особом положении находились холопы. С одной стороны, за совершенные ими преступления расплачивались не они, а хозяин. С другой стороны, за их убийство не платили виру, а только возмещали владельцу стоимость потерянного имущества – 5 гривен. Если же сам холоп поднимал руку на свободного человека, то закон разрешал убить его за это, без всякого суда. Русская правда защищала не только жизнь человека. За увечья, перелом ноги, отсечение пальцев, за оскорбление чести, выдирание бороды и усов, за лишение собственности, кражу скота, лодки, поджог пасеки, полагалось двойное наказание. Преступник платил компенсацию потерпевшему за обиду и выплачивал особый штраф государству – продажу. Русская правда стала первым письменным сводом законов древнерусского государства, который свидетельствует о высоком уровне развития цивилизации. Развитие культуры на Руси, так же как и в средневековой Европе, было тесно связано с положением христианской церкви. Ярослав Мудрый заботился о распространении веры среди населения. Его наместники беспощадно боролись с языческими волхвами, которые были еще сильны на северных окраинах. На государственные средства строились новые церкви и монастыри, приглашали образованных греческих монахов, талантливых художников и архитекторов. Мастера, построившие в Киеве Софийский собор, продолжали работать на Руси. Ими были созданы Софийские соборы в Новгороде и Полоцке. Но в церковных делах, как и в государственных, Ярослав соперничал с Византией. По его воле впервые митрополитом на Руси стал не назначенный константинопольским патриархом грек, а русский священник Иларион, избранный собором епископов в 1051 году. Этот человек был простым священником в церкви Великокняжеского села Берестова. Он отличался скромностью и набожностью, любил молиться в одиночестве на берегу Днепра. Иларион прочел множество книг и создал одно из первых ярких литературных сочинений Руси «Слово о законе и благодати», торжественный гимн христианству на Руси и ее крестителю великому князю Владимиру. Вместе с верой по Руси распространялось и школьное образование. При церквах священники учили желающих прихожан грамоте, в монастырях будущие священнослужители осваивали богословие. А в Киеве и Новгороде в специальных училищах при Софийских соборах дети священников, бояр и горожан изучали философию, риторику, иностранные языки. По приказу Ярослава множество книг переводилось с греческого языка на Славянский. На Руси читали теперь не только Библию, но и сочинения Иоанна Златоуста, византийские хроники античной и средневековой истории, полуфантастические повести о жизни и подвигах Александра Македонского и так далее. Появились русские мастера книжного дела, переписчики. Долгими днями и ночами на дорогих пергаментах они выводили четкие линии букв уставного письма, украшали страницы яркими изображениями цветов или диковинных птиц, сопровождали текст картинками-миниатюрами, переплетали книги в обшитые бархатом доски с золотым тиснением и самоцветными камнями. При монастырях и церквах книги собирали в библиотеке. Самой богатой из них была Великокняжеская при Киевском Софийском соборе. Тогда же, по мнению ученых, при Софийских соборах в Киеве и Новгороде были составлены первые летописи, записи событий русской истории, расположенные по годам. Эти сочинения начинались преданиями о первых князьях и заканчивались описанием княжения Ярослава. Расцвет древнерусского государства при Ярославе Мудром и союз Великого Князя с Православной Церквью способствовали бурному развитию культуры, цивилизации на Руси. Об этом свидетельствуют памятники архитектуры, изобразительного искусства, литературы и законодательства.